Доброе утро! В эфире новости в студии Гор Матаев. Начинаем выпуск. Сегодня частично ограничат движение по старому мосту в Барнауле. С 9 до 16 часов закроют полосу в направлении из Новоалтайска в Барнаул. Это связано с ремонтом деформационных швов. Но проезд из Барнула в Новоалтайск будет открыт. Безопасность дорожного движения обеспечат экипажи ГИБДД. Водители просят заранее выбирать пути объезда. Продолжаем выпуск. Алтайский край вошел в число лидеров в Сибири по уровню трудоустройства граждан, обратившиеся в службу занятости. Подробности далее. Больше 70 тысяч человек обратилось в поисках работы в органы службы занятости населения региона. 55 тысяч человек успешно трудоустроили. Таким образом, Алтайский край занял второе место среди регионов в Сибири и 13 место в России. В целом, количество официально безработных в нашем крае сократилось. По данным на 1 ноября, показатель составил около 13 тысяч человек. Это почти на полторы тысячи меньше, чем в прошлом году. К другим темам. Синтетические наркотики стали новой эпидемией среди несовершеннолетних. Школьники зачастую думают, что то, что дешевле и легко достать, не так вредно, как тяжелый наркотик. Но это ловушка. Ежегодно десятки школьников попадают в наркосети. Как уберечь своего ребенка и что делать, если чадо все-таки попало в цепки лапы синтетических наркотиков, узнала Полина Жданова. Психологи говорят, что у ребенка до 18 лет нет зависимости. Однако 11 из 12 коек детского отделения наркологического диспансера заняты. Там лежат не только дети из неблагополучных семей или сироты, абсолютно из разных слоев общества. Потому что главный принцип наркодилера – найти тех, у кого есть деньги. А ребенок, которого обделили вниманием дома – отличная мишень. Главные признаки того, что чадо попало не в ту компанию, ребенок резко стал замкнутым, агрессивным, сонливым, начал хуже учиться или прогуливать школу. В этом случае первое, что вы должны сделать – сесть до стол переговоров и ни в коем случае не кричать, не ругать и не наказывать детей, говорят психологи. Надо ребенка своего слышать. Не делать вид, что вы его слышите, а слышать. Когда он начинает меняться, он же не вмиг, он же все равно постепенно меняется. Сначала нахамит, нагрубит, что-то там в семье не так сказали. Часто задаю вопрос родителям. Они же говорят, что ребенок не доверяет своей секреты. Спрашиваю, а вы сами доверяете? Вы о себе рассказываете, вы вспомните себя, когда вам было, например, 13-14 лет. После того, как вы увидели ребенка в наркотическом опьянении, нужно отложить семейные разборки и в первую очередь вызвать скорую помощь, а после обратиться анонимно в наркологический диспансер и пройти реабилитацию. В отделении с детьми и родителями работают психологи и воспитатели, дети участвуют в тренингах личностного роста. Также их занимают чтением, рукоделием, учат общаться и ставить правильные, здоровые цели. Хорошая профилактика вредных зависимостей – пример взрослых, которые уже прошли через ад наркомании. Где на районе, где я жил, у нас, получается, район делился на спортсменов и наркоманов с алкоголиками. То есть спортсмены, с которыми, ну, мои ровесники, даже помладше меня, они сейчас все при делах, у всех нормальные машины, работа. Это, ну, у кого были другие интересы маленькие, ну, они сейчас, кто умер, большинство умерло, кто в тюрьме сидит. Скорости, соли, насваи, другая синтетика – дешевый продукт. Именно поэтому в последние годы они так популярны и доступны. Их привозят из ближнего зарубежья. Только в этом году в Алтайском крае более двух тысяч человек получили диагноз «наркозависимость». В основном мужчины старше 21 года. Если мы возьмем детей и подростков, то и посмотрим эту тенденцию, так скажем, хотя бы вот такой десятилетний срез, то здесь мы видим положительные изменения подростков, страдающих наркоманией, просто потребителей наркотиков становится меньше. Один из популярных методов привлечь малолетних к наркомании – это надписи на стенах. Наркодилеры не боятся размещать свои адреса и так называемые закладки в достаточно заметных местах. Тем не менее, распространители регулярно ловят. В этом году в регионе поймано почти 1900 распространителей наркотиков, из них 50 – дети. К сожалению, молодые люди, не осознавая всей той опасности и того наказания, которое они будут нести за эти преступления, все-таки совершают в корыстных целях данные преступные деяния. И, конечно, попадаются в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. С синтетической наркоманией борются не только правоохранители и наркодиспансеры, но и молодежные организации. Так, более ста надписей закрасили активисты движения «Стоп наркотик» в Барнауле. Но волонтеры признают, этого не всегда достаточно. В вопросе защиты детей от разрушающих зависимости важна бдительность каждого гражданина. Поэтому, если вы видите странные надписи на улице, сообщите о них в полицию. И напомните детям о наказании за хранение и распространение синтетики и других запрещенных веществ. До 15 лет лишения свободы. Полина Жданова, Денис Кузьменко, Антон Червяков. Новости. А у меня пока все. Я передаю слово Елене Хорошавт в студию «Утреннего канала». До встречи.